И сейчас на сцену выйдет человек, который, я не знаю, я говорила эту фразу Магнуса или нет, наверное, где-то, может быть, говорила топовым лидерам или топовые лидеры передавали, но человек, который исполняет мечту Магнуса. Однажды на ТОП-15 в Новосибирске он сказал, когда стали говорить о лидерах, которые там по нескольку званий закрывают и так далее, он сказал, вы знаете, вот для меня, что очень важно, это не то, чтобы человек закрыл там за один год два или три звания. Мне очень важно, чтобы это происходило каждый год. И если даже это одно звание, но каждый год, для меня такой лидер гораздо более интересен с точки зрения его роста и продвижения. Ира как будто это услышала и стала своим примером доказывать, что это действительно, ну, первое, как минимум, возможно, и как максимум нужно делать, да, потому что, когда ты растешь каждый год, прирастаешь на какое-то звание, ясно, что у тебя стабильные команды. Когда еще каждый год и два звания, понятно, что есть вещи в этом мире, которые можно делать и достигать больших результатов. Поэтому сейчас мы узнаем еще от одного человека и одного из самых растущих лидеров России все секреты. Сегодня вы почувствовали, да, что все прям фишки, секреты прям раскрывают вам как никогда. Вот давайте встретим аплодисментами человека, который поставил себе очень большие цели и растет тоже очень большую команду. Встречайте, город Омск. Ирина Басюк. Снова звание старшего бриллиантового директора, открытое звание старшего бриллиантового директора. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо еще раз очередное спасибо. Спасибо. Огромное спасибо компании «Рифлэн» Наталье Гришаевой. И я немножко начну с ней. Нестандартное выступление. С того, что у кого-то есть спонсор рядом, у кого-то нет. Он спонсор, как у Нелли, да, это Наталья Гришаева. Вот. И если этот человек вам говорит «надо», если вы не понимаете этого, просто нужно делать, а потом вы поймете. Может, сразу, может, через полгода, потом, может, через год, когда он провалится. Возможно, сегодня у меня могло не быть на этом мероприятии, потому что вы видели причину, да, бегающего здесь вот. Наталья сказала, что, я говорю, ну что делать, у меня муж в смене, что и вот родители живут далеко, как быть няне нет. Она говорит, проблему решаем по мере поступления. Давай, мы едем, а там разберемся. Видите, в принципе, все нормально. А дальше я хотела рассказать аналогию, провести, да, такую черту. Новичок, ну, новичок, малыш, да, я впервые оставила ребенка, когда мы приехали, одной спать. У нас вчера прошел активный день, мы сутки ехали в поезде, и я вижу, что на обеде она засыпает. Думаю, ну, хорошо, ладно, ладно, впервые в жизни. Я дома ребенка не оставляла, ну, даже в магазин сбегать. Думаю, ладно, оставлю в номере, она же, наверное, хочет спать. Она же себя поведет, как самостоятельный ребенок, и она себя так повела. Через два часа, например, она посмотрела, как она будет спать, она повела себя самостоятельно. Она открыла окно, поставила стул и на подоконнике смотрела, как дети плавают. Для нее это было шоком. Но, как умная мама сделала вывод, как делают поступать новички. Я закрыла все форточки, балкон, пчел, кондиционер. Сказала, Марина, если ты сейчас не уснешь, то из номера ты не выйдешь, и в бассейне ты плавать не будешь. Мотивация поднялась, она тоже уже снова спала до семи часов, поэтому первый день. То есть нужно всегда думать, что нужно изменить. Также вот и сегодня. Сегодня замечательный, потрясающий день, востоке информации. И я думаю, так, так, важно, когда вы молодая мама, да, вот кто молодые мамы, они растут просто бешено-потрясающе. Вы заметили? А это потому, что они учатся планировать свой день. Сегодня был обиденный первый предок. Так, первое, 10 минут быстро поесть. Самое первое, побежать все тарелки быстро поесть. Потом у меня есть 15-20 минут, чтобы, так, 5 минут впервые туда, чтобы переодеть ребенка и скупать ее. Потом у меня переодеться и, вот, то есть ровно час уложиться. Понимаете? Второй момент. Нужно, чем с большим количеством людей ты общаешься и открыт, даешь информацию, тем больше потом информации поступает. Именно там я узнала, что на полчаса длили обиденный перерыв. Поэтому надо быть всегда в тренде, всегда знать важности. То есть информация поступает постоянно. Не нужно следить за актуальной информацией. И когда ты общаешься со всеми, информация настолько быстро тебе в интернете поступает, что я часто спрашиваю Наталью Гришаева, а можно эту информацию выкладывать? Может быть, там часть руководства не знает, но где-то уже какая-то сплетня мне дошла. Просто пересылается. Поэтому дружите со всеми, будьте открытыми, и вы будете в курсе всех событий. Следующий такой вот момент про то, что вот некоторые лидеры, привожденные ораторы, выступают на сцене. Вот, например, Нелли, это, мне кажется, это вот звезда сцены. Для меня каждое выступление, да, это вот все, и посмеешься, да, все должно быть так. Вот, для меня каждое выступление это был страх, стресс и что такое паническое. Я на мегафоруме рассказывала, что стишок я рассказывала. Я не могла рассказать стишок, потому что, видя людей, я сразу же забывала, как меня зовут. И потом просила пересказать. Вот, выступала на мегафоруме. То есть для меня, наверное, я неделю не могла уснуть, учила это так стишок, как никогда в жизни. Потому что, думаю, сейчас я выйду на сцену и думаю, вспомни, а как меня зовут и вообще. То есть микрофон у меня чуть не упал. Вот, и надо быть мудрым спонсором и мудрым лидером. Я это не зря рассказываю, потому что у меня как бы тоже ассоциация была. Когда я купалась с ребенком, я вспомнила эту ситуацию. Смысл в чем? Сегодня я вам расскажу об уникальном тесте, который поможет вам разобраться, вам и вашим ключевым партнерам, разобраться, где же что-то в нашем моменте, в нашей системе что-то не то, сделать диагностику нашу. Вот. И когда у нас была конференция, международная конференция на лайнере, вот, Наталья знала, что я боюсь выступать. Она говорит, Ирина, ну у нас будет встреча, конституционная группа российских, там будут все свои. То есть там будет Косицын, ты знаешь, Долженко, то есть все свои, да. Ну и там надо будет тебе рассказать вот об этом тесте. Ну то есть все нормально, все. Ну вот я пришла туда. Ну, кстати, знаю, есть люди, которых я знаю, и выходит топ-менеджмент компании Алифе. Магнус Брэнстон, Йохан Розенберг. То есть полностью у меня на речи. Я сижу, у меня есть Деррика, я пью воду, пью воду, боже мой. А в это время, я думаю, ну так как все будут свои, я думаю, а это было Ницца, Монте-Карло, еще и еще. Я знала, что мне надо выступать, но так как все свои, я купалась на Лазурном, ну вот это, попереже. То есть мой практический доказатель, ну ничего, волосы, ну ничего, там же будут все свои. И когда я пришла, я узнала, что я буду единственным спикером. Большое спасибо, Наталья. То есть нужно правильный подход найти и может где-то не рассказать человеку, где-то, как, ну тем не менее, выращивать лидеров. Вот. Этот тест, о котором я с вами расскажу, он важен тем, что у меня в группе, может быть у вас такое тоже, наверное, есть. У меня есть в группе, вроде бы каталоги, акции, все то же самое, с тем обучением, все рядом. Вот мы вот, 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 одинаково, но почему-то одни растут, другие не растут. И упрекают друг друга в каких-то секретах. Вот есть у вас было такое, что или вдруг рос, 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 потом раз замер почему-то, а другой начинает расти. А в чем секреты? Вот я долго думала, что же такое, что же такое, и мне помогла моя профессия. Как бы, моя профессия финансист, ну не просто финансист-бухгалтер, а финансист-аналитик. Я финансовый аналитик. И мне очень нравится все анализировать. И... 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 И, и, и. Это не моя презентация была, очень страшно. Вот. И мне нравится анализировать абсолютно каждое показатель, посмотреть. Потому что малейшую деталь, какое-то, что-то вы внедряете, и это может повлиять полностью на весь ваш успех. А... У меня, например, мой любимый метод... Ди... 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 А... Это закон Паретта. Наверное, вы сегодня слышали, знаете его. И для меня, как финансиста, он просто сейчас открывает все мои действия, планы, горизонты. Вы знаете, что всего лишь 20% действий приносит 80% результата. И сюда можно подставить все об Арифлейн. Только 20% наших лидеров, людей, лидеров делают 80% нашего товарооборота. 20% наших консультантов делают, ну, примерку, да, делают 80% товарооборота. Только 20% людей нашего состава и коллектива будет выступать на вебинарах. Не все продукты категории одинаково хороши, и 20% категории продукции имеют 80% всего товарооборота. Как вы думаете? Вот давайте быстренько подумаем, потому что это очень важно понимать. Какие эти 20% продуктов, процентов продуктов делают 80% товарооборота и с ними работать? Какие? Велнос и белая косметика, да? Дальше подумаем. Да, и новинки, новинки, понимаете? То есть 20% не надо делать всю презентацию каталога. 20% делают 80% товарооборота. И мы делаем, соответственно, акцент. Также только 20% ваших решений приведут к 80% жизненного счастья и успеха. И действительно, нам нужно сосредоточиться на правильных вещах, исключить все мелочи, которые создают много шума и приводят ни к чему, кроме неразберихи. Нужно подумать, с кем правильно работать, с кем правильно работать. Кто эти люди, кому нужно уделять 80% времени? 80%. А 20% на всех остальных, которые приносят 80% результата. Вот сейчас вы подумайте о каждом своем человеке, своей структуре. Разделите мысленно. Кто эти люди, 20%? Я... Вот эта вот мудрость приходит с опытом. Да? И когда ты осознаешь, куда тратить свое время, а это был пункт 1, осознаете, у вас будет освобождаться много времени. Так, не справилась я. Причин успеха может быть множество, но главных причин личной неудачи обычно бывает не больше двух. И важно определить свои ключевые способности на них фокусироваться. Но главное, свою главную проблему, зная, что именно вам мешает, вы можете что-то сделать с этим. Когда вы устраните все препятствия, у вас будет вешеный рост. Здесь, конечно, нужно именно подумать о том, проанализировать все свои действия. Сесть, потому что сейчас такой большой поток информации, что, ну, все прослушал, мотивации много, а потом сел, а дело-то что? Вот бывает такое у вас? С чего прежде всего начать? Что сейчас самое главное, что сейчас самое важное для меня, для моей команды, структуры? Куда мне разорваться? Тут еще какие-то, может быть, семейные проблемы, трудности. И в конечном счете у вас нет плана, вы садитесь и делаете все подряд, просто, то есть идете без плана. Этот тест — это диагностика состояния первая. Он многогранный. Этот тест можно использовать онлайн, оффлайн. Вот сейчас мы проведем оффлайн, потому что я очень люблю и вживую посмотреть, опять же-таки статистику подумать. Также этот тест идет как анализ работы всей команды, всех ключевых партнеров. На эти вопросы можно любую категорию наших лидеров, лидер, консультанты, кандидатов ставить. И еще нужно понять, что наша команда — это единый организм, и каждый в нем уникален. Каждый уникален. И нужно найти эту уникальность. И если наш орган какой-то будет нездоров, мы будем себя очень плохо чувствовать. Мы будем хандрить. У нас все будет сыпаться. И вот эта диагностика периодически нужна. Поэтому вот этот тест тестирования я делаю в среднем всех ключевых партнеров раз в два месяца. И на этот тест я накладываю самую актуальную информацию, которая существует на данный момент. То есть каждый пункт я могу здесь что-то добавить, здесь что-то добавить. И в конечном счете получается, что этот тест, который все они уже прекрасно знают, блин, я поняла точно. И самое главное — сравнивать. Здесь не бывает такого, что «ой, плохо, я сейчас оценила себя вот на это», то есть там двойчика, тройчика. Но самое главное, что через неделю это будет 5, 7, 10, да, то есть себя вы анализируете, что вы растете, вы понимаете свою ошибку. Вот это вот самое главное. Я очень вас попрошу быть откровенно честными сейчас. И просто не важно, что у вас будет очень низкий показатель, просто посмотреть где-то. Самое главное — это будет то, что у вас это будет через месяц, вы поймете, что вы хотя бы на один пункт поднялись из плана. Вот. И диагностика, говорю, важна. Главное — понять, что у вас сейчас здесь не так, где болит, прежде всего. Вот врачу вы приходите, да, вот болит, начинает сдавать анализы, да. Вот здесь примерно так. Первая, да, у нас компания, которая везет все наши мечты. Я не буду сейчас рассказывать про тренинги, вы все прекрасно знаете. Вот. Но 10 баллов. Отметьте себе. Кстати, вот обязательно отмечайте себе, потому что нужно будет все просуммировать. 10 баллов отметьте, если у вас не менее 100 мечт в письменном виде, во всех сферах жизни, у вас есть калаш мечты, и ревизию мечт вы делаете минимум один раз в квартал. Это будет ваша оценка. Через брон поставьте оценку ваших ключевых партнеров. Потому что когда-то я делала это себе. Когда я начала анализировать, я поняла, что здесь я выпускаю, здесь мне нужно еще где-то провести тренинг. А не у всех я спросила, потому что все именно начинается с мечты. Вот это вот первый пункт, один дробь, ну там 10 дробь 8, или 9 дробь 7, вы видите среднюю цифру. Дальше. Оцените степень страсти вашего главного желания, которое поможет осуществить Арифлей. Здесь я уже рассказывала, да, это степень страсти, я всегда рассказываю с тем, как человек очень хочет сильно куда-то в туалет, и если он очень сильно хочет, он найдет всегда свой кустик, и чем сильнее это он хочет, тем креатив, мотивация поднимается. Так же, как все звания закрываются в субботу, в последний день каталога, и человек решает, что он закрывает звание, тут же сразу находится, как это делает, там 1000 баллов прироста. Вот. Аналогия. Не хочешь в туалет, попей водички. Хочешь закрыть звание, не знаешь как, найди ту самую мотивацию. Поэтому очень часто сам секрет всего успеха является в одном пункте. Насколько сильно человек хочет. Вот хочет, тут же, встал, 1000 баллов легко сделал, прозвонил, встал, раздал каталоги, подумал, как сходить туда. Вы сами понимаете. Поэтому вот сейчас поставьте себе первую циферку, да, насколько вы себя оцениваете, а через два поставьте мотивацию, такую горящую, такие горящие глаза в вашей команде. Вот подумайте сейчас, задумайтесь об этом. Это очень важно. Если этого не хватает, пунктика, значит, какие-то нужно провести мероприятия в вашей команде, чтобы поднять, чтобы это загорелось. Что это может быть? В роликах, в ролике мотивации. Спросите людей, что их мотивирует. У вас в среднем, вот сейчас у вас, например, выше средний балл. У кого 8 мотивация? Средний балл. У кого 9? А у кого 10? А повыше можно? А вы остальных ниже? Или просто стесняетесь? 10 баллов. Отлично. Дальше. Еще один секрет успеха. Когда говорят, почему у вас такие результаты, почему так получается, я всегда говорю фразу, она мне очень нравится, что если стать, чтобы стать профессионалом в любой области, нужно отработать 10 часов. Кто-то это делает за 5 лет, кто-то за 10, а кто-то бросает буквально на первой неделе. Поэтому здесь нужно подумать и оценить себя прежде всего. 10 баллов. Если у вас, вот лучше здесь посчитать не сколько я, ой, я работаю, работаю много, а сколько дней конкретно в неделю вы работаете, подумайте, сколько часов, да, умножьте на 4-2 недели, и сколько у вас получилось. Нужно узнать, сколько у вас вообще часов в месяц вы работаете. Для примера я поставила 40-часовую неделю. Почему? Потому что это среднестандартная рабочая неделя. Вот. Те, кто хотят расти быстрее, они перевыполняют этот, скажем так, эту планку. Кто посчитал? Есть? Это хорошо, это десятка. Кто посчитал? Есть? Нужно посчитать. Вот надо просто задуматься о том, задумайтесь, потому что это очень важно, потому что все говорят, ой, там, ну, когда я говорю, у меня в среднем идет 9 часов, я работаю в день в среднем, выходные я практически не считаю, то есть, понимаете, когда люди считают у них в среднем, в среднем они там, может быть, у кого-то там 130 часов, у меня больше 200, я уже не помню сейчас сколько. вот, я говорю, если бы вы настолько же работали, то вот, например, два звания в год, это из-за того, что я работаю столько до часов, если напополам часы работы, вот вам одно звание в год, это примерно вот то же самое. Вот кто себе оценил, там, давайте 7 баллов, поднимите руку, кто сколько работает, ой, простите, через год давайте еще подумать о своей команде, ключевых партнерах, сколько они работают. Работать, это означает, рекрутируют, прежде всего, да, конкретно действуют, делают действия для того, чтобы получить товарооборот, также занимаются продажами, но не просто пришли, попили чай на планерке, которая может перейти в какое-то другое общение, именно работа, потому что в интернете тоже можно работать, зашел, пошел смотреть одно видео, другое, третье видео, тоже создание видимости работы. У кого средний балл, ниже 7, давайте поднимите, ниже 7, ниже 7, сколько вы работаете? Почему-то вторая часть как-то так большая. Ну, средний, средний балл. Здесь идет личная, как вы, и ваша команда, и вы считаете средняя, потому что ваш успех, это не только ваши личные действия, а это вы и ваша команда вместе, потому что ваша команда, помните, как Наталья показывала пример, да, вы мотивируете человека, вы хотите его поднять, а ваша команда вас может вниз опустить, то есть ваш успех, это средний между вами, что вы хотите, и вашей командой, то есть вы с ними не договорились, или вы их не смотивировали, то есть средний балл. У кого ниже 7? Так, 8 есть. 9. 9. Отлично. Вы, ребята, встаньте, пожалуйста. С какого вы города? Владивостока. Владивостока. Скажите, ваше достижение в этом году? В прошлом каталоге и старший менеджер. Старший менеджер? А в этом? В этом. Закрыли. Закрыли, да? Хорошо. А 10 есть у кого? Дальше. Планирование. Планирование. Это любимая моя тема. Ежедневное планирование рассказывали. Очень большая благодарность за совет, который вчера Антария дала о том, что как нужно всегда присутствовать, вот везде, в чатах. То есть вот принцип 45 на 15, да? 45. Вы отключаетесь все, делаете свое важное дело, потом на 15 минут включаетесь, да? И уже общаетесь со всеми, отвечаете на мелкие какие-то вопросы. Для меня это было вау, точно. Я примерно так делаю, но сейчас, наверное, буду себе отмечать, на нем такое делать. Ежедневная планирование очень важно. 10 баллов можно поставить. Только единственное, что поставьте вот эту оценку, когда я пройду график активности. Через свой график активности я покажу свою систему работы. Первое. Ежедневное планирование личное. Второе. График активности. И третье. Отчет лидеру или команде. То есть в моей команде принято, что мои ключевые партнеры ежедневно скидывают мне отчет, что они сделали. То есть конкретные действия. Не просто сочинение на тему. Там добавила, друзья, там 30-50 человек, провела 7 диалогов, посмотрела такое-то видео, раздала 3 каталога, получила такую-то одна регистрация, заказ, разместила статус лучше всего вот такой-то, с такой-то ссылкой, потому что если она не то же самое, во-первых, она кидает мне отчет, второе, она кидает команде. Алена Ивановна, об этом вы говорили. И команда, если даже это говоришь на вебинарах, могут многие не слышать, но когда они постоянно видят, что делают люди, это количество приводит к этому количеству результатов. Поставили вот такой-то статус. Значит, самый актуальный, ключевые партнеры, я имею в виду команда, дальше просто берет этот статус, эту картинку и тут же размещает дальше. Чего проще? Все уже готово. Вот. Этому методу меня научила Наталья Гришарова, когда она взяла меня на плотное сопровождение и в течение нескольких месяцев я каждый день ей писала, что я делаю. Не для того, чтобы Наталья меня, наверное, контролировала, она говорила мне, это не для этого, а для того, чтобы я сама поняла, что я делаю и что у меня приносит не результат. Поэтому это ввелось в систему. график активности, он вот так вот выглядит и он, я его очень люблю, тоже это дала компания нам, система ПРО, и он у меня никогда практически не изменяется. То есть для того, чтобы быть эффективным и научиться делать те 20% действий, которые приводят 80% результата, нужно подумать, в какой день, в какие часы что нужно делать. Самое актуальное время. Вебинары. Сказать честно, я не совсем люблю вебинары, когда их много, когда ты учишься, 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 а работать-то когда? И ходить на всех вебинарах, всех лидерах контролировать, а работать-то когда? Поэтому, может быть, хорошо или плохо, у нас один, максимум один вебинар в день, все остальное не в записи. То есть я могу делегировать, человек может все остальное посмотреть, либо в записи, либо вокруг очень много, там с десятками выходят вебинары в Ютубе, потому что сейчас настолько все, как бы, интернет движется с бешеной скоростью, что ты делаешь, потом уже что-то другое, это уже не работает, там, надо еще искать другой, другой метод, какие-то другие фишки. Тут объявила компания одну акцию, другую, то есть постоянно надо быть в тренде, то есть постоянно нужно меняться. У нас три вебинара идет презентация возможностей Арифлейм, это в понедельник, среда, пятница. Вот, у нас во вторник, вот здесь вот плохо видно, часть нам нужно обязательно сделать какую-то продуктовую, для того, чтобы продвигать нашу продукцию. Поэтому у нас идет вебинар, итоги каталога, и на этом вебинаре команда рассказывает обязательно свою историю и своих пять любимых продуктов, которые в текущем, ну, в новом каталоге идут со скидкой, это повышает заказ. Также у нас идет Академия Wellness и Академия Красоты, где также презентуется презентация, идет часть следующего каталога, плюс презентации какие-то там декоративные, косметика, ароматы, то есть все то, что дает компания. Дальше у нас есть каждую пятницу у нас идет 13 часов пропусков иного роста. Первый, третий этап, что это такое? Это, можно сказать, это успешный старт, это методы рекрутирования онлайн, офлайн, и это как научиться делать 150 баллов, а лучше 250. То есть, в принципе, просто они, это разделено поэтапно, чтобы человек пришел сначала, грубо говоря, первый шаг, группу скором роста, первый шаг, это успешный старт, когда он учится размещать заказы, грубо говоря, себе там до 50 баллов и элементарным действием, как свою страничку оформить, как начать общаться в социальных сетях, то есть, базовые какие-то вещи. Я не хочу, чтобы он сразу перегрузился многим, и когда просят люди, отдай мне больше информации, что еще делать, а что ты, а ты вот это сделай, то есть, группу скором роста, у меня первый критерий, это просто умеет человек размещать заказы до 50 баллов. Ну, и что-то начинают попытки рекрутирования, то есть, уже может быть, это есть регистрация заказа, может быть, это без заказа, то есть, уже я вижу, что-то происходит. Если он этого не делает, а это фундамент, да, успешный старт какой-то, то есть ли смысл выпускать его к другому обучению? Кроме того, это стилу. Там же какая-то запретная информация. Да нет, ничего, просто там немножко дальше продолжение обучения, ну, я расскажу, что-то там в других частях. Давайте сейчас лучше будет по неделькам. Первая неделя. Этот график активности я часто презентую своей команде, я рассказываю, что я делаю, в какие часы, и команда меня дублирует, она добавляет что-то свое. Например, первая неделя каталога, первая, там, у меня рассылка новичка в чат, это спокойно. Я, например, сова, и поэтому я сделаю под себя, я в это время сплю в зомби, поэтому мне нужно что-то такое автоматическое, потому что мой мозг спит. У меня вот вечером, ночью выдают какие-то там вау-решения. Поэтому утренние планерки мне не подходят, я половина не пойму, о чем говорится, потому что мой мозг отключен. Поэтому у меня какая-то рассылка новичкам, я читаю чаты, что произошло ночью. Дальше. Идет подготовка к вебинару «Итоги каталога». Для меня это занимает очень много времени. То есть кто-то может мотивировать какими-то подарками. Какая-то мотивация, личная встреча. Я этого не могу, поэтому я всячески делаю максимум информации на вебинаре даю. Кроме того, это я размещаю информацию на сайте. Я делаю рассылки. В этот же день я себе пунктик ставлю, что мне нужно выяснить, кто будет у меня спикером, кто закрыл новые звания, выставим инструкции, так, что нужно говорить. Единственное, чтобы, например, у меня чуть изменения было, мне нужно было в этот день подготовку на БМВ сделать. Дальше. Здесь у меня, видите, белые пятна, это значит свободное время. В это время мне нужно, мы переходили в новый садик, я сразу планирую, там, 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 это все сразу, сразу. В это время я уже, видите, ничего не могу спланировать. В принципе, посещение врачей, какие-то вот эти моменты, вы знаете все заранее, поэтому личную жизнь нужно приписывать, прописывать. Вот, и я стараюсь никогда не планировать, когда идут важные вебинары, и вот, например, видите, у меня вот здесь вот топ-вебинар, но мета-смода у меня после тринадцати часов, хотя я могла поставить до обеда. Я знаю, что этот вебинар пропускать никогда нельзя. Вот. Поэтому, в принципе, когда вот красные поля, это вебинары, которые я никогда не могу пропускать. Но сейчас моя команда знает, что презентацию ВВУ я не посещаю, потому что, ну, как-то делегирую, и так могу посмотреть, записи там зайти, что-то посмотреть. Так, дальше. В этот же день, каждый день я подключаю новичков своей персональной группы на рассылку. Если у меня выходит человек на 22, всех новых новичков, он сам подключает на рассылку. Нужно? Вы на сцене. Кройте? Перехнулся. Вот. Поэтому два дня я ничего не готовлю, у меня очень много времени, даже это может быть, даже я ночью сижу, поэтому, если я чего-то не успеваю, как говорила, талия вся ночь еще впереди. Дальше. Непосредственно идет презентация в итоге. Так, в среду это у меня, в среду первой недели это у меня идет вебинар. У меня большой компьютер, Mac, большой монитор, поэтому мне удобно я ставлю часть экрана, то есть вот, вот эта вот фишка, казалось бы, мелочь, да, но это очень помогает, когда, например, проводит моя команда вебинара. Я могу часть, одну часть экрана открыть и смотреть вебинар, и быть всегда, в теме всегда задавать вопросы и поглядывать, да, а вторую часть, мне нужно занять какой-то бездумной работы автоматической, которая у меня вот просто вот, вот так, но я смотрю вебинар и это что-то какая-то вот такая, например, я размещаю слайды на своем сайте. Что нужно? Бездумная работа. Нажал туда, открыл, расширение, вставил. Это следующее. Нажал туда, расширение, вставил. Нажал туда, расширение, вставил. Нажал, понимаете, эта работа, это бездумная работа, ты не думаешь. Никогда нельзя делать два дела одновременно, но, когда ты делаешь какую-то бездумную работу или, например, красишь ногти, это примерно то же самое, правильно? И вы, убедно, сразу делали два важных дела. Правильно? Девушка же не выйдет с бодрыми ногтями. Вот подумайте, какую бездумную работу вы можете сделать в то время, вот совмещать, да? Это называется планирование. Дальше. Таким образом, у меня всегда стоят слайды либо редакция какое-то что-то. Я увидела косяки какие-то в своей презентации. Вот, разместила в соцсети то же самое, скопировала всю презентацию, раскидала по своим группам, у кого какие новые звания. Здесь у меня подготовить выступление, это была совсем другая тематика, я поставила, убрала все мои активности. Это был Новосибирск. Всегда в четверг у нас идет группа ускоренного роста. 4-6 это группа для менеджеров. То есть, если первая, третья, это было рекрутирование уходов и как сделать 150 баллов, то группа ускоренного роста 4-5-6 это обучение для менеджеров. А что делают у нас менеджеры? Это работа с новичками, сопровождение, какие-то работы с информационным листком, какие-то там может быть рейтинги, то есть все, что нужно, важно, актуально, может быть, как сделать презентацию, то есть там. Дальше. Субботу, воскресенье я никогда не задействую, потому что 9 часов, в среднем это с половины девятого, до шести я работаю, после этого времени я не работаю, еду за ребенком в садик, у меня в среднем занимает 50 минут, приезжаю кушать, готовлю, семья и просто телевизор, это может быть просто вот такие вот там каналы, патенты, что-то, не важно, что это идет, может быть, фоновое, я засыпаю, то есть семья, все. То есть если раньше я работала каждый день до трех, до четырех, то я поняла, что этот график очень сильно вредит здоровью, а если я буду нездоровой мамой, как для семьи, так и для команды, никто это не выиграет. И, но свои 9 часов я просто распределила на первое время и я свою команду учу четко делегировать, четко выполнять режим труда и отдыха. Суббота, воскресенье у меня не запланировано, но я всегда на связи с командой, текучка, какие-то вот моменты, то есть я не планирую никаких важных дел. И в это время я могу что-то, я не доделала, что-то в это время я могу сделать. Какие-то там, вот, например, я ездила в БМВ, ну, на мероприятия, компании, и я не сделала рейтинг именно по персональной группе. Если это я делала полностью за всю структуру, и потом по персональной группе именно выслать, кто какие новые звания пообщаться, поздравить, я это не сделала, значит, я перекладываю сюда. И этот график у меня пятый месяц, но если сейчас взять этот каталог, он будет тот же, такой же, тоже, такой же, то есть он у меня готовый, можно просто цифры подправить, а я, в принципе, цифры даже сейчас не подправляю, потому что просто какой номер каталога какой-то. Дальше, второе, то есть видите сразу белое поле, рассылка новичкам, чат, презентация бизнес-проекта, то есть я отвечаю, видите, верхняя строчка, чаты, рассылка новичкам, рейтинги в персональной группе, рейтинги в персональной группе, на второй неделе это делаю два раза за неделю, я покажу его, он очень мотивирует всю команду, дальше, что, у меня вот это вот пламенки, это незапланированное время, когда я решаю такие вопросы, как психоз, что-то случилось в группе, какие-то курьезы, может быть, кого-то, я не могу запланировать, с кем я буду общаться в какой-то момент, потому что, ну, сами понимаете, все бывает в нашей жизни, вот, поэтому зеленое поле я всегда отмечаю планерком, у меня, я всегда по четвергам веду планерки с уровня менеджер 9%, то есть это, скажем так, есть у нас группа ускоренного роста, скажем так, менеджерская, а я уже веду блок с 9% выше, одна планерка, и для директоров, здесь конкретно будут ключевые партнеры, поэтому мне нужно как минимум вот столько-то времени для того, чтобы подготовиться, чтобы собрать всю самую актуальную информацию, вот, и, опять же-таки, я очень много информации беру с вебинара, который дает Наталья Крешаева, это практически уже одна треть уже готовая, правильно? Самая актуальная информация, вот, обязательно я ставлю, что мне нужно повести свою команду, не забыть приглашение на вебинар, здесь, потому что, вы знаете, правило, если на презентации ходишь ты, на мероприятие, на вебинары, зарабатывает твой вышестоящий лидер, да, если ходит твоя команда, зарабатываете вы, поэтому я себе ставлю приглашение на вебинар, приглашение на вебинар, то есть для меня эти важные какие-то, да, еще раз проконтролировать, потому что бывает текучка, какие-то проблемы, это все отвлекает, ты хватаешь за другое, но самое главное, который 20% действий, который приводит 80% результата, ты не сделаешь, почему? Если ты забыл предупредить человека, он не пришел на вебинар, а вебинар-то сколько люди готовят, там самое, самое важное, да, он пришел, сходил, все, он начал делать, то есть, вот эти моменты, я всегда, это называется еще чек-лист, например, да, вот, ну, так, следующая, третья неделя, она никогда не меняется, вот на третьей неделе у нас что идет, новинки каталогов приходят, я очень часто делаю, у меня выходит практически два дня, это один день записать видео, какие-то моменты, подготовить информацию, а полтора дня где-то это обработать видео, о ютубе я сегодня вам тоже расскажу, вот, на третьей неделе мы проводим планетку с лидерами 18% и выше, как у нас будет закрытие, плюс им какая-то информация, чтобы сделать эффект, когда в последний день все закрывают звание, но не в последний день, а в четверг найти ту мотивацию, чтобы в пятницу они уже были звания закрыты, какая-то будет, рекрутинг, у меня личного рекрутинга нет, почему я это отвечу в другом вопросе, я здесь рекрутинг не ставлю, потому что рекрутингом я занималась два года, чтобы он у меня был, риск рекрутинга это у меня часть времени, я делаю видео, которые, например, обзоры каталогов, презентации каких-то новинок, потому что я работаю не приглашением на бизнес, я работаю приглашением на дискон, потому что статистика у нас 95% людей это потребители, и только 5% это у нас люди, которые работают, идут на бизнес, поэтому я взяла чуть больше шире аудиторию, я приглашаю на нашу замечательную косметику, когда человек пришел и он уже с нами, тогда я тут же расплазбачу здесь, вот это вот у тебя было 10 баллов, уже можно сделать 50, где 50, там 150, и у нас замечательно, вот у тебя уже команда растет, она рекрутирует одного по другим, давай подключайся, это уже бизнес, то есть немножко другое, вот это вот у меня рекрутировали, да, канал и сайт, опять же таки, но канал у меня лет два года, который я постоянно работаю, работаю, и он у меня уже начал сейчас приносить пользу, так как и мой сайт, это не сразу было, и это делается в системе каждый день, ну вот где вот в планерке, там между прочим, или какой-то, например, я смотрю вебинар, там я могу пригласить друзья, пообщаться с кем-то, то есть это у меня, понимаете, это, у меня это между делом, идет, да, и я потом чуть попозже расскажу про новичков, что я с ними делаю, то есть мой фокус, понимаете как, организм это единое целое, да, как я говорила, что каждый человек должен выполнять свою функцию, вот, я мозг команды, я лидер команды, и я своих новичков, я с новичками никогда не работаю, хорошо, это плохо, я их всегда делегирую, моим лидерам, чуть позже я вернусь к этому вопросу, так, планерка, ну вот дальше все в принципе вы видите, да, то есть у нас было выступление того, и отметила, что здесь вот закрытие каталога, утром, я сначала с утра до вечера в субботу сидела, потом я поняла, в субботу с утра делать там нечего, самый пик начинается перед закрытием каталога, правда, Наталья, то есть можно с утра быстро съесть в торговый центр, быстренько приготовить супчик, что-то сделать, людей твоих не будет, психология, что ты сидишь, 20% времени, 80% результатов, 80% когда ты должен быть тут, в это время не надо готовить супчик, ждать гостей, потому что вот именно тут надо быть, вот, 20%, понимаете, вот, вот, то есть всегда вот эту вот фразу ставьте по приоритетам, что нужно сделать, да. Вот у вас расписание, вот, дневное утреннее время, у вас же онлайн, у вас же люди есть в западной регионе, например, Москва, у вас родится 4 часа в сутки, как вы эту проблему решаете, потому что в Москве получается, это в 6 часов утра. Смотрите, если, я тоже вот, я перешла на это время, я поняла, что ночью работать нельзя для организма и для семьи, и для мужа, когда муж хочет другого, а ты работаешь, вот, потому что у нас, вот, вот ребята вместе работают, ну, бизнес у них один, да, как бы, а у меня муж приходит, ну, у нас разное время, да, ему надо на работу, а я хочу спать, ну, не важно, просто у него другой вид деятельности. Смотрите, если вы работаете днем и рекрутируете днем в это время, то у вас и будут люди вот это время. Если вы начинаете работать ночью, то ждите ваших партнеров ночью, а потом не жалуйтесь, почему вам трудно работать ночью. Какой вы нашли, да, с теми работают. Если вы начинаете работать утром, вы Хабаровск захватываете, да, вам комфортно, выбирайте, как вам комфортнее. Кроме того, вы видите, у меня вот здесь не запланировано. Если у меня есть какой-то вопрос, я что, его не решу? Конечно же, я созвонилась, вот это время, я прихожу вечером там, в 21, в 22, я выйду в другую комнату, но мои люди знают, что меня можно, не надо беспокоить, но я всегда отвечу, проведу, естественно, это важно, но это не запланировано. Как говорила Наталья, если вы запланируете, что у вас общение, вот, это график активности у всех людей, они знают, что вот в это время можно записаться на планетку, решить какие-то вопросы, в основное время у меня просто не будет, и я не отвечу им никому. И вот в это время я проверяю чат, отвечу, потом я просто отключаюсь или просто типа я есть, но я никому не отвечаю. Раньше я подрывалась на каждое сообщение, сейчас нет. У меня есть тайм-менеджер. Так, а, ну и вот смотрите, мы в субботу, ну, в Омском филиале мы должны до понедельника разместить заказ. Честно говоря, в первое время я так, я постоянно забывала, потому что я все время в течение 10 лет делала в понедельник заказ, а здесь нужно сделать в субботу, поэтому я здесь прямо нарисовала, что разместить заказ, не забыть, потому что мне нужны новинки для того, чтобы показать, ну, на мероприятии, на вебинаре и так далее. Скажите, вам полезен такой график? Вот. Мои ключевые, когда я раз объяснил, второй, третий, а потом они берут мой, они его могут сдвинуть время, когда им комфортно, удобно. То есть у меня всегда в 18 часов я встаю со стула. Вот. И спасибо тому, что когда я работала, как сейчас сказать, 6 месяцев я наняла няню. И мне было так неудобно перед ребенком, что она вот такая вот маленькая, а я вынуждена доверить ее чужому ребенку, хотя чужому человеку, няне, она сидела рядышком в соседней комнатке, то есть няня, да, и я постоянно подбегу, пообщаюсь с ней, с ребеночком, все, потом обратно. Поработала туда, сюда бегала. И вот эти вот 6 часов, когда работала няня, я распланировала все по каждой минуте, потому что я была нехорошей мамой. Я выжимала все, я нехорошая мама. И когда сейчас ребенок в садике, да разве я могу себе позволить спать в это время? Я нехорошая мама. Когда ребенок со мной, он должен быть со мной. Но я сейчас даже сейчас продолжаю быть нехорошей мамой, потому что я очень сильно устаю после работы, и вот, но зато у меня есть выходные, когда своему ребенку я позволяю все. А в лапарке, торговые центры, моя команда знает, что в субботу, в воскресенье меня нет дома, я где-то не дома, потому что меня бесит рабочее, мое место дома. То есть я выхожу, все отключаюсь. Ну и опять же таки, пока едешь в машине, ответила на сообщения, постоянно, то есть срочные вопросы, все решаемы. Все решаемы. Когда команда сейчас увидела, что я уехала, тебя не более 4 дня, а что уже делать? А ты уехал или нет? Сейчас видит фото, там отвечает на вопросы, все так же. Просто я всегда рядом с ними, и они не боятся. То есть в принципе вайбер, скайп, все есть. Переходим к следующему. Вот, ну то есть вот, вот так вот он летит, все, у меня это все всегда в компьютере, я открыла. И еще есть такое замечательное, замечательный файл, Google, таблицы, общие таблицы. Знаете про такое? Кто работает с общими таблицами? Поднимите выше руки, чтобы просто все это видели. Вот, смотрите, очень я много всех рабочих документов перенесла туда. То есть, что это такое? Это означает, что любой человек может зайти, это автоматически сохраняемо, редактируемо. Вот, и это у меня, у меня есть такой файл для директоров. Там есть одна из вкладок, это мой график активности. То есть, они могут для копии, например, подписать вижу свой график активности, да, так, поиграться. А кто делал такой график активности? Поднимите руку, только честно, вы редактируете. Вот. А кто дал такой график? Компания Reflame, система Pro, да? Делайте то, что вам говорит компания Reflame. Вот вам все секреты. Поэтому я вернусь назад, потому что мне не хочется подробно. Подумайте сейчас пункт 4. 10 баллов поставьте себе, если вы делаете ежедневное планирование, если у вас есть график активности, и вы делаете отчет вашему большинстоящему лидеру, либо, если нет большинстоящего лидера, то есть асма компании Reflame, которым в принципе может быть интересно, неинтересно, что-то, но вы просите просто, чтобы он у него был отчет. Я вроде бы как обязана. Вот поверьте, это так сильно помогает. Вот мне это настолько помогало, когда Наталья смотрела, и она периодически и, а вот это вот так, а где у тебя время на вот это, а где у тебя время на рекрутирование? В тот же раз, я ему, а я вот это вот так, и так, решила вопрос. А третье, у кого, кто отметил тебе пять и ниже пяти? Есть? Это очень важный пункт. Помните, 20% действий делают 80% результатов. Нужно не просто прыгать, а прыгать с умом. Помните такую фразу, Алексей Полкович говорил? Мне она прям очень нравилась. У кого шесть? Ответим. Кстати, опять же, надо вот делать первый балл себе лично, как вы сами, а второй вашим ключевым партнерам. Потому что, если вы делаете супер хорошо, ваша команда делает не очень, когда вы тянете их, вы опускаетесь до их уровня. Эффективность снижается сразу. Вот. У кого семь? Есть? У кого семь? Есть? Восемь. Кто себя оценивает? Восемь? Встаньте, пожалуйста, поаплодируйте. Отлично. Есть у кого девять? Девушка, вы это знаете, да? Она, по-моему, на сцену бегала постоянно, да? Получала новое знание, чинки. Статистика работает. У кого из десять? Этот человек, пользуясь, этот человек, закрепите идеи, кумер. У кого я учусь? Учусь? Как вы считаете, чтобы десять получили? Смотрите, это, нет, десять баллов, когда вы сто процентов перед собой работодчественные, что вы ежедневно делаете планирование. У вас всегда есть график активности, и вы каждый день делаете отчет, что я сделаю, это, 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 и высылаете кому-то. Например, я сделаю еще своей команде, потому что, если я, как я раскопила свой день, вот это, вот это, вот это видео, посмотрела, еще что-то я им высылаю, моя команда смотрит, анализирует и учится быть кем? Мной. Да? Она думает. Сначала у нее немножко другие действия, да, у команды, но она уже думает, что, ага, в следующий раз я себя сделаю так. Тем самым я выполняю несколько функций. Когда мой мессенджер, а теперь второй, второй, через строк, когда мы оцениваем, я ей говорю, этот тест можно использовать многогранула. То есть мы себя оценили раз, мы оценили команду свою, когда отчет ваши ключевые партнеры делают вам, высшестоящим лидерам вам, и своей команде, свои чаты, тем самым показывая, что нужно делать. Свои баллы, ну, 10 баллов, вы сколько себе поставили? Ну, вот здесь, средний балл. Команде? Два. Ну, 10 плюс 2 и разделите, напополам. Ну, 6, 5, 4, ну, понимаете, здесь главное, чтобы понять принцип, где вам поработать, с командой, либо с собой, любимой, либо, ну, вот так вот. А как 10? А десятку? Как 10? Как 10? Десятку – это идеал, к чему стремиться. 100% ты не будешь идеален ни в чем. Да. Хорошо. Я говорю, вот, знаете, есть люди разные. Простите, но у меня финансовый аналитический мозг, и я все мерю в цифрах, и все мерю в показателях. Вот, кто-то понимает, кто-то есть разные люди, поэтому в команде должны быть такие люди, как Неля, обязательно, потому что на нее пойдут много людей, и обязательно они должны быть, да? А меня поймут немножко другие люди, и даже если кто выходит на уровень лидерства, да, вот эти вот пункты важно развивать. Понимаете? Все равно что-то понимать. Ну, ничего страшного, что и чего-то у вас там нет. Я даю видение команде. Так, 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 так. О, я вам показывала, что в графике активности у меня очень хорошо работают так, рейтинги общегрупповые выложила на слайд, на сайт, разослать рейтинги по персональной группе по итогам каталога, текущий рейтинг, текущий рейтинг, текущий рейтинг подготовка к закрытию, и текущий рейтинг уже практически само закрытие. Что это такое? Для меня это один из самых мощных инструментов и самых мощных инструментов был всегда есть и будет. Что это такое? Я пользуюсь Unisender, но не из-за того, что я думаю, что вот есть Smart Responder, Unisender, из-за того, что я не знаю, какой Smart, потому что кто-то мне как-то сказал, что этот лучше и меньше песен попадает в спам. Я им пользуюсь. Я просто привыкла к этому настроению. Может быть, другие есть рассылки гораздо лучше. То есть это не обязательно, что это лучшее сейчас. То есть я вам говорю. Опять же, давайте подумаем. Первое, у нас есть командный чат. Да? Мы туда зовем очень много людей, а все их читают, эти чаты. А как мы можем проверить, что читают люди в чатах? Мы не можем, да, посмотреть, проверить, он может быть там, что им интересно, важно, не важно. Это профессиональная группа. Это неоделившаяся пока. Мне получается, что всего пришло 555 новичков, которые неоделившиеся, да? Смотрите, из них им интересно письмо, которое называется так. Важно. Ирина, поздравляю с успешным ростом, итоговый рейтинг шестого каталога, запись вебинара. Нужно всегда анализировать, какой заголовок, потому что по заголовку человек, им надо это, не надо. Но, тем не менее, здесь есть статистика. Вы по статистике всегда можете определить, насколько правильный заголовок у вас, сколько прочитала. Кроме того, я, например, отметила, что если бы я скинула рейтинг в чаты, у меня бы 182 человека не посмотрело рейтинг. А может, этот рейтинг просто улетел в переписке. Знаете, что такое в чатах происходит? Информация. У меня вот, сутки у меня не было, там, не прочитали, там, 300, 50. Ключевой партнер, новичок, он что, будет перечитывать чаты, анализировать? Нет. Поэтому, очень важно для меня сделать вот эту рассылку здесь. Раньше делала в чаты, сейчас принесла сюда. Дальше смотрим. Всего прочитано 129 писем, а 182 это повторно. Люди открывали, потом, закрывали, потом еще раз открывали. Дальше переходов. 6 человек. Ага. Знаете, вот очень интересно. Иногда бывает какое-то, посмотрите, такое-то важное, видео, открыло, там, 100 человек, получили рассылку, открыло 5. Читал, смотрел, видел, да, смотрел. У вас бывает, делал, да, читал, смотрел, делал. Я потом покажу, как этих людей вычислять. Но никогда не говорите им секреты. Вот, самое главное, просто знать, кто что читает. Дальше, какие именно? Ну вот, например, 6 человек, из них 5 часов пришло командные итоги. В принципе, у меня все то же самое было продублировано в этом письме. Вот, и кто-то читал акции каталога. Кому-то важна была эта ссылка. Угу, подумала я. А туда ли я поставила это письмо? Может быть, просто его, ой, я имела ссылку, это может быть, ее не видно. Угу. То есть, подумайте, помните, еще раз, 20% действий, 80% результатов. Другое письмо. Сенсационные новости, теперь в Арифлейн, скидки еще от 28.45, и это еще не все. Какая это акция? Да? Сенсационная. Смотрим. 17. В принципе, понимаете, это нормально, если ваши, ну помните, 95% рискованных потребителей, которым ничего не надо, и вообще, как бы, они, то пришли, зачем пришли, не знаю, зачем они зарегистрировались, если не размещают заказы, но тем не менее, примерно статистикам плюс-минус 20%. Ребята, у вас какая статистика открытия? Если вы смотрите, вы же в смартин, ну примерно, до 50. Опять же таки, какой заголовок, очень много, да, идет, влияет. И опять же таки, какая категория людей, да, кому рассылка? По всей, да? Молодцы. Нет, нет, это редкость, я говорю, вот у меня какие-то редкости, истории очень хорошо, там, какие-то вот моменты, да, а, учтите, это лето, летом у вас народ активный, где сейчас летом весь народ? Отдыхает. Ну вот зимой у меня в среднем, может быть, там 40-38% открытия, ну открываются, вот. У меня очень много приходит пустых людей с сайта, которые просто подписываются, зачем, не знаю, никогда не размещают заказы, но приходят на бизнес. Задают очень много вопросов, очень много вопросов, а смотришь, не размещают заказы. Ну ладно. Вот, они все там же, у этих людей. Так, смотрим, один не доставлено, почему? Отписать, может быть, этого человека. Смотрим. Прочитано. Кто-то еще второй раз посмотрел. Видите, здесь переходов больше. Кто-то еще повторно, 23 человека. Что именно? Открыли. Новости, где еще более подробнее размещено плюс видео Михаилюка. И просто перешли на мой сайт, два человека. Вот. Дальше, самая фишка. Кто же у нас те герои, которые читают и переходят по ссылкам? Как это узнать? Никогда не рассказывайте своим менеджерам и маленьким людям это. Просто знайте. Когда вы называете переходы, открывается список этих людей. Классы. Мало того, можно смотреть, не смотреть. Я это делаю периодически, когда у меня есть время. Первый человек. Смотрю. А что он когда читал? Тынь, тынь, тынь. Просто доставлено. Значит, ему это неинтересно. Что ему интересно? Сегодня такой-то вебинар, столько-то прошло шаг. То есть я смотрю, что ему интересно, что он игнорил. То есть статистику писем. Я говорю, я финансист, но можно посмотреть. И когда человек смотрел видео, а он посылки прошел. Я тебе, конечно верю. Разве вам сомнения? Интересная фишка? Подумать. Ну, это вот, кто работает. Опять же, онлайн-офлайн, онлайн-офлайн говорят. Вчера я уже сказал, что не будет такого разделения. Мы все работаем онлайн. Хотите, я докажу? Кто из вас заказы не размещает через официальный сайт компании «Рифлайн»? Кто из вас не смотрит видео в Ютубе? Есть такие люди? Нет. Кто, у кого из вас нет в социальных сетях? Ни в одной. Вы все уже работаете онлайн. Только есть, у нас есть спортсмены-любители, а есть спортсмены-чемпионы. Не надо это путать. Мы все работаем онлайн. Не путайте методы рекрутирования. Почему у нас нету тогда еще через два онлайн-офлайн и телефон? Вот, да, просто только. Почему? Понимаете, может быть, 20 лет назад было такое, что метод вживую дрот-телефон. А потом они у всех появились, и никто не говорит. Работа с телефоном, вау, блин, новое поколение работает теперь с телефоном. Можно же не просто ходить, а можно по телефону позвонить и рассказать новость. Ну, вы сами понимаете, что нету такого понятия онлайн-офлайн. Вы все сопровождаете так или иначе. Или метод смс-рассылка через дробь. Ну, это просто, ну, вы понимаете, да, поэтому никогда не говорите онлайн-офлайн, просто методы. рассылка. Очень много уделяется времени этому, но, скажем так, очень многих людей это мотивирует. С чего она состоит? Первая часть. Если вам это не интересно, напишите на почту, я вас отпишу. Дальше. Ссылка, где более подробнее презентация всех итогов каталога и видео. дальше итоги в наших командах, сколько всего каких новых званий. Дальше идет поздравление топ лучших новичков, прежде всего новички. Вот только они открывают и видят себя. Да, и их это мотивирует. А то там кто-то, там директор, это хорошо, конечно, да, но прежде всего это новички. Топ 30 новых новичков. И это текущая рассылка, это не это итоговая. Ну, у меня итоговая как бы и текущая она подходит, потому что текущая они видят, вот кто новички, какая команда, 12 команда. Сейчас пока 11, 12 я просто через дробь пишу, потому что там нет лидера, который сказал, что это лидер. Ну, или просто вот здесь вот, например, у меня делилась 9-10 команда, уже я пишу фамилии лидеров. Дальше. Новичок. И дальше я вставляю слайд, сколько можно зарабатывать на личных продажах, если вы новичок. Здесь что? Единственное, что сейчас поменялось, раньше была премия премьер-клуб, а сейчас вау, лето и скидка. То есть одновременно этим слайдом он еще раз и еще раз просматривает, какие у нас акции, что можно заработать. И в принципе новичок у нас получает столько это. Это лучше. У меня просто слайд готовы, сколько? Дальше. Рейтинг 9-12, 36 новых, трехпроцентник. В том числе получает охот с группы, которая помогает строить команда в скобках 150 баллов лично. Перечислили. То есть вот это люди зарабатывают. Из 36 вот это реально люди работают. Дальше. Фотография. Лучший новичок, лучший трехпроцентник тоже. Вот с какой команды. То есть одновременно, чтобы они понимали на каком уровне. То есть здесь идет ВВО. Только в слайдах. Дальше что идет? Там столько это 17 новых шестипроцентников. Ну это персоналка в том числе лучшие. То есть вот их работают. Вот они их фотография. Дальше лучший шестипроцентник по всей структуре в команде. Дальше идет 9, 12 и так далее. Если это идет промежуточный текущий каталог, то есть все те же слайды, оставляю я только вот этот слайд лучший шестипроцентник и уже какие новые уровни уже закрыты. Открыты. Это рассылка. Это рассылка. Это письмо. Это письмо. И все. Потому что посмотрите сколько мало человек заходит на сайт, но тем не менее больше открывают писем. Смотрю. Ну вот важно. И мои говорят, я какое-то время перестала делать, куда-то уехала. И почему нет рейтингов? А дальше эти все фотографии они скачивают, это все то же самое в соцсетях, они пиарятся, и потом идет рекрутирование, результат приходит их знакомые, потому что они видят сколько можно на каком процентном уровне зарабатывать. А если зарабатывать, а он не зарабатывает, спрашивает, а где мои деньги? У вас никогда не было такого, что где мои деньги? А он там полгода не размещал даже заказы. Я же 9-процентник, вот еще один повод поговорить. Дальше все продолжается, продолжается, дальше идет лучший директор отдельно, я выделяю, то есть лучше это не рейтинг по групповому товарообороту, понимаете, что это неактуально, а рейтинг по доходам. То есть я смотрю табличку, информационный листок, просто сортировку делаю и складываю две графы. Первая скидка, вторая автобонус, потому что автобонус сразу по доходам увеличивает доходы рейтинга, и третья, если у директора есть еще какая-то там группа. То есть в каком у меня, в шестом каталоге директор у меня получил среднемесячный, люди меньше пишут 32 за каталог, 48, ну практически есть 50, средний получается директор у нас 50, лучший директор каталога получает 50 тысяч. На какой результат назовем? На 50 тысяч. Это лучше. Человек не считает, что это лучше, он смотрит, что директора так получают, понимаете? Вот. Дальше у нас старший директор, ну это как вот примерно. Вот. Старший директор 60, среднемесячный такой получается. Дальше топ-30, личных продаж и пошли. То есть у нас вот это лет, ну летом 550, 300, бывает там 900, 700, 800, хотя мы не профилируемся на продажах. У нас личное потребление. Всем заем на личное потребление и задача как лидера увеличить. Смотрите, фишка. В нашей команде не высокий рекрутинг. Нет, невысокий. Но я всегда учу лидера. Если к тебе пришел новичок и сделал заказ 10 баллов, у тебя есть два пути. Первое, проработать 3-5 дней и найти нового человека, который придет в Арифлейн, не факт, что он еще разместит заказ, не факт, что дойдет до офиса, пришел в офис, не факт, что он потом к тебе еще вернется. Просто такая. И второй вариант. Новичок сделал заказ на 10 баллов. Что можно с ним делать? Пообщаться, чтобы он сделал заказы всегда не 10 на 10 баллов, а на 20 баллов. То есть сколько времени ты сэкономил себе, а всего лишь пообщаться с новичком, с твоим новичком. Сделал 20 баллов, да? Может проще спросить у него список знакомых, а у тебя мама где работает, а у тебя сестра есть, понятно, а где ты работаешь, а сложно ли тебе взять каталог а вам вопросы-то ничего не напоминают? Какая разница онлайн или оффлайн? Вы понимаете эти вопросы? Это вопросы оффлайн. Человек разместил заказ на 100 баллов. 100 баллов. Закон Паретта. У вас 20% людей, которые делают 80% результата. Вы его обучите сделать не 100, а 200, и вам не нужны 10 новых новичков. Понимаете? рекрутирование должно быть качественным. Но не так, одна регистрация в каталог, и мы наслаждаемся. То есть массовый, массовый рекрутинг, но не бездумный рекрутинг, новый, 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 который приходит и уходит, приходит и уходит, приходит и уходит. А роста-то нет. Понимаете? Почему он некоторых вот массовый рекрутинг идет, а вроде как не растет звание, или что-то не то происходит, либо раз раз опал, раз опал, потому что нужно закреплять еще результаты. Так. Дальше. Сколько можно заработать, ну там, в личной продаже, дальше, в этом каталоге у нас лучший продавец Владимир, 14 тысяч рублей в месяц, мальчик. Дальше. Зачем нужна продукция Wellness, ссылка в каком-то новом видео, рейтинг личных продаж по продукции Wellness, выписываю всех. Ну вот в том числе и себя, но только вот я на втором месте, ну тоже заказываю продукцию. Вот. Дальше. Квалифицировать в Анталию. Да? Так как мы работаем один по другим регистрированием людей, соответственно автоматом у нас все квалифицируются в Анталию. Знаете, как отслеживать? Берете информационный листок, видите внизу два квалифицированных рекордов, значит все, что выше, автоматом уже квалифицировались. Это пока. А отрыв нужен, смотрите, читайте условия. Нужно выйти, например, на 15%, продержать 4 каталога и в этих каталогах держать отрыв. То есть у нас сейчас есть мотивация, что они уже начали квалификацию за счет команды. И в следующем каталоге, а не второй шаг, в третьем, а в следующем. И каждый раз мы говорим, если ты сейчас не начнешь делать отрыв, и тут вы говорите, скажи, а в каких странах ты бывал? А как планируешь провести в отпуск? За границу собираешься? А в каких странах бывал? Нет. А планируешь куда-то? Нет. А вот у нас команда едет 20 человек. Те, кто нам поверил. Что нужно сделать? Да всего лишь ничего, тебе нужен там отрыв, буквально там тысячу баллов. А это что такое? Всего 8 каталогов. А это означает, что всего лишь по 100 баллов делать отрыв отрыв для того, чтобы поехать бесплатно в Анталию. Ты мне сейчас сказала, что ты не ехал, не ездил никогда. А что ты делала для этого? Ты дальше будешь сидеть и обвинять что-то как-то. Каких-то несчастных 100 баллов в каждый каталог ты делаешь отрыв, привез ты все. Не понимает? Следующий каталог. Ты прошел. За счет команды. Ты уже едешь. Типа того. Но если у тебя не будет отрыва, смотрите статистика. Если вы найдете трех ключевых партнеров в команде и каждый поставит себе цель отрыв в 3000 бонус баллов, на это можно материровать. Что такое 3000 баллов? Этот человек, если построить морковку, если он сделал отрыв в 3000 баллов, он будет считаться директором и получит все бонусы. Правильно? Фокусировано на 3000 баллов. Смотрите. Раз, два, три. Каждые по 3000 уже 9 автоматов и директор. Правильно? Три человека. Ну и остальные потребители. Вот. Это команда. А зелененьким это кто делает по 50 баллов? И делает отрыв. Реально работает. Ирина, можно вопрос? Да. Мы сами делаем. Что? Мы сами делаем. Да. Я финансист. Каждый должен заниматься своей работой. Вот. Просто я люблю цифры. Ирина. А если директор не хочет участвовать в рейтинге? Аааа. Ааа. У нас таких нет, да? Ааа. 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 Очень сильно сложный вопрос. Почему? Потому что если он новичок и это принято в команде, по-другому как-то быть не может. Если директор не хочет участвовать в рейтинге, и если я понимаю, что он уйдет из рефлей или что-то прямо категоричное, я его буду убирать из рейтинга. Ну, ради Бога, не хочешь и ладно. У меня были… А, кстати, да, у меня было как бы… Это, знаете, это делают те, которые сыпятся группы, падают, все вечно недовольны. Я этих людей… А вы знаете, а этих людей у меня уже и нету практически. Нет, то есть персоналка, их персоналка, группа по рейтингу есть? Нет, я делаю только… Своя группа, это персоналка, это рейтинги по персоналке я делаю. Ааа. Вот это, это я свои персоналки. Лучший директор. Лучший директор. Каждый… А, лучший директор, нет, они у меня… Понимаете как? Я пишу лучший. Один. А, понимаете, а, как это преподнести? А, если у него будет слать, что он будет лучшим директором, а все лучшие результаты у меня на сайте, и он лучший в моей команде, то, когда заполняют анкету, пишут его имя. Это мотивация. Он лучший. Он висит на сайте у меня месяц. Ну, каково. Не, у меня раньше как-то смущались, а сейчас они наоборот, у них везде, что он лучший директор, они собирают премию лучше. Ладно. Вопрос по-другому. Вопрос по-другому. А если у нас в филиале гидер отказывается, чтобы его вызывали на сцену, аплодировали и вручали чек? Ну, вот, это вот примерно аналогично. То есть, я сразу поставила, как это им выгодно, как это здорово, это признание, это здорово. Потому что всех, кто не выполняет и неудачники, или что-то такое, или ноют, их там просто нет. То есть, вот, может, правильно? Нет? Ну, вот. Так. Дальше, например, дальше продолжение. Это у меня рейтинг, что вот эти люди входят в общий рейтинг всех менеджеров, мы молодцы, мы поздравляем. Дальше рейтинг групповых бонус баллов. Все из информационного листка, шаги, вот эти вот обозначения, чтобы люди понимали, что это такое. Человек, команда, какая команда, кто лидер, они пошли, здесь новое звание. То есть, например, новый, новый, 9, 9, то есть, они все это видят. Ну, и в конце подробнее об акциях всегда и как меня найти. То есть, вот, он получается, ну, вот, достаточно длинный, но его очень любят, смотрят, анализируют, думают, кому надо. Кто-то картинками – картинками. Кто-то видео посмотреть – нажал, посмотрел записи видео. Ну, это по персоналу. Так, рейтинг разобрали. И плюс, как я сказала, что на сайте лучшие результаты. Нажимаешь на человека и сразу хоп-хоп вылазит вот сразу вот так. То есть, сразу презентация. Да. Есть ли это все по персоналу, что ваши директора тоже так же делают? Не все. Не все. Не все. Потому что, ну, многие стараются делать, не все, а в основном это быстрорастущие делают. Кто не может, тот не делает, они тоже растут. А кто-то у меня работает вообще оффлайн. Например, они понимают, что тяжело онлайн работать, а они открывают офисы. Им нравится. И это их работать в офисах. Еще момент. Это по персоналу я делаю свой опыт, но персоналку я включаю. Смотрите, один раз в каталог я провожу итоги каталога за всю структуру, где именно я делаю эти слайды. И эти же слайды я включаю в свои рейтинги. Таким образом, мои все лидеры, имея все вот эти вот слайды лучших результатов, они просто делают рейтинги, я их научила, как это делать, и включают все эти слайды. То есть они берут то, что я могу делать, и это мне нравится, оформление, дизайн и статистика, и они просто включают. Но они делают меньше рейтингов. Но все равно как бы онлайн рейтинги это важно, это очень хорошо мотивирует. Так. Ну вот. Это было все. Понимаете как? Каждый делится своим рабочим инструментом и то, что для него важно. Для меня это очень важно, для моей команды это очень важно. Поэтому я с вами этим делюсь. И опять же таки, по поводу методов рекрутирования, я на Ирину посмотрела, по поводу так еще, да, да. Она говорит, вот может быть не онлайн идти или как-то так. Вот смотрите, есть офисные работники, а есть люди, которым, которым нравится больше общаться в гуманитарии, да. Так вот смотрите, офисным работникам лучше всего работать онлайн. Да. Им комфортно 9 часов сидеть. И они, вот, и они, их позвоночник привык, да. А если посадить гуманитария, из-за того, что за модный тренд, подумайте, если вы офисный работник, то онлайн это ваша тема. Если вам в живую легче. Ну, вообще-то, честно говоря, гораздо проще. Вышел, познакомился с человеком, пообщался с ним, тоже зарекрутировал. И он твой, а не ты сидишь там один день, второй, третий, пятый, общаешься, общаешься. Ты пытаешься диалоги и тебе каждый день приглашают тебя в Алифлей. У меня чек 8 тысяч долларов, но меня каждый день приглашают в Алифлей. Причем лидеры компаний. Первый директор, один, она три раза меня пригласила в Алифлей. Я один раз не написала, ну, как бы мы с тобой хорошо знакомы, а зачем ты меня в Алифлей приглашаешь? Ой, прости, это случайно, робот сработал. Второй, проходит два дня, отмечает меня, заработайте, карьера и так далее. Карьера, понимаете, да, такая? Вот, я говорю, не буду фамилии говорить. С чем ты меня? Я же тебе объяснила, зачем? Ну, понимаешь как? Я тебя вдохнула в друзья, но я выжила уже на тебя удалить, потому что я понимаю, что ты меня на третий раз я уже удалила. Вот. Сейчас все пошли в социальные сети. Все. И в рекрутинг, и вот этот спам. Настолько тяжело. Меня, не знаю как вас, но меня это бесит. Вот этот спам меня вот просто вот колотит. Онлайн рекрутинг, это не модно. Но если вы онлайн рекрутирование, я уже посмотрю на другую тему, где-то оно там будет. Ладно, сейчас расскажу. Если вы общаетесь не спамом, шаблонами, письмами. У меня нет шаблонов. Раньше, если когда-то мы делали, то сейчас мы не делаем. Если вы просто общаетесь, привет, как дела, как просто выясните отношения дальше, спрашиваете следующее. Знаете ли компанию «Арифлейм», как проводить социальные вопросы пользовались? У вас есть консультант, клиент, как давно, какую продукцию вы брали? А знаете ли ту же 5 в 1? А нравится, кстати, она со скидкой в каталоге. Вот. А еще какие-то продукты. А давайте я вас зарегистрирую, вы будете все время по себестоимости брать продукцию компании «Арифлейм». А у нас, кстати, вот такая вот акцентальность. Ну что, он хотя бы минимальный заказик будет по себестоимости. Это уже будет выгоднее. Дальше он уже с нами. А когда он с нами, у меня рейтинги и вау, вы растете. Может быть, разберетесь и поедете с нами в Монталью? Принцип понятен? Не спам. Ну вот мне я не люблю спам. Может, кому-то, если комфортно, он спамит. Вот. Меня раздражает. Вот. Поэтому я отвечаю. Вот. У меня есть одна-единственная страница в Одноклассниках, одна в ВКонтакте и одна в Фейсбуке. У меня есть еще там сколько-то клонов. Я пыталась, типа, как мод, создавайте страницы, но меня там нет. Меня там нет. Пятый пункт. Баланс между обучением и реальными действиями. Я всегда спрашиваю вопрос. И большая часть людей отвечает, что у них 80% обучения, 20% реальных действий. Это большая часть ответит. Ну, если это не ключевое, ну, вот просто опрашивается команда. Дальше. 50% обучения, 50% реальных действий. Тогда я всегда говорю. Ребята, вы слышали такое, что люди с тремя высшими образованиями очень многие очень мало зарабатывают? Слышали? Вы можете быть очень умными, но бедными. Сейчас такой переизбыток. Курсы платные. Вы только миллионы всего. Зачем вам это все надо? Я запрещаю своей команде ходить на любое обучение, кроме наших командных вебинаров и вебинаров компании «Арифлейн». Я запрещаю. Это мы, мозг, команда. Это мы, мозг, менеджеры. Это мы будем подсматривать и фильтровать. И уже давать реальные действующие. Вас кто хочет… Вот, честно, у меня… Есть много обучающих курсов, когда спрашивают, там столько-то денег стоит для того, что там система работы в интернете и так далее. И все, вот все. Спрашиваешь человека. И он в «Арифлейн». Спрашиваешь, какой результат? Сколько? Не буду говорить. Сколько? Сколько? 3%. Хорошо. Ира, почему ты не проводишь платных курсов? Меня часто задают такой вопрос. Мы тебя научим. «Арифлейн». Я считаю, что те, кто проводит платные курсы – это неудачники, которые не могут заработать в «Арифлейн» и идут и собирают деньги с вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Да? Второй момент. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Дальше. Хотите узнать секреты? Зайдите в YouTube, наберите. Так. «Как работать в Авито?» Набрали 50 видео. Смотрите подряд. Вы деньги кому платите? Вы хотите заплатить суперрекрутерам, у которых 3%, которые с вас деньги делают? Они пошли туда, потому что у них «Арифлейн» не получается? «Они сейчас еще стали понимать, что мы директора между 3%». «Думайте, у кого обучаться. Почему ваши лидеры не тут? А почему они учатся? А почему они не ходят на вебинары компании «Арифлейн», которая задает нам развитие?» И у меня вчера жетон проводил… Нет, когда Михаилюк рассказывал о том видении стратегии на 5 лет вперед, что будет? Не все категории продукции хороши. 20%, 80% результат. На чем дело фокусы? Белая косметика была у нас. Слышали? С первых уст. Это что будет через 5 лет? Может, уже сейчас надо перестраивать свою систему и думать, как усилить? Да? Вот где надо учиться. А не так. Да. Вот здесь упало как миссия, что реально вы узнали – внедрили. Узнали – внедрили. Систему вашу ломать нельзя ни в коем случае. Потому что иначе вас бы здесь не было. Вы все успешные. Все. Все абсолютно. Мы все едины. Мы все… Это организм. Да? Я худенькая, поэтому мне комфортно вот это платьишко. И это модно сейчас актуально. Эта система – это я – организм. Понимаете? Организм – тело человека. Сегодня модно – я надела это платье онлайн. Завтра это будет не модно. Или это не актуально в социальной сети. Я надела другое платье. У вас должна система. Она работает. Иначе бы вас здесь не было. Вы просто добавляете аксессуар к себе. Сегодня слушайте и добавляйте или нет. Но не ломайте систему свою. Она у вас работает. Потому что вы именно тот человек. Вы не сможете делать такие аналитические таблицы. А я не могу выступать на сцене. Или я уже научилась. Вы меня понимаете? Вы молодцы просто. А то, что вы тот – это те 20%, кто делают 80% результата. Я специально повторяю эту фразу, чтобы… Так. Дальше. Шестой. Личный товароборот. 10 баллов ставьте. Если у вас 250 баллов и так далее. А самый важный показатель. Если ваши партнёры выполняют этот пункт. Личный товароборот. И сюда я должна была привести пример, как увеличить товароборот. 10 баллов и найти нового человека и так далее. А лучше здесь усилить показатель. 10 баллов. Вот подумайте над этим пунктом. Отметьте. Нам надо продвигать эту продукцию. Не все продукты хороши. И делают большой товароборот. Так. Так. Оценили. Дальше. Ну, этот пункт вы знаете, потому что уже много-много лет рассказывали, да, об этих пунктах. Соответственно, если… А здесь факт. Как здесь себя оценить? Если, например, вы директор и у вас отрыв 3000 баллов, значит, у вас должно быть 3 ключевых консультанта. Правильно? Если у вас отрыв 5000 баллов, у вас должно быть 4. Если у вас 15% на 2 ключевых консультанта, какой вы молодец! Как говорила Наталья. Правильно? Вы бы должны, по идее, быть двенашкой. Да? Вот. Первый пункт – тебе, а второй – ваши партнеры, ваши команды. Как у них все стоит в делах? Может, это вы Бэтмен? А как у команды? Угу. Отметили себе? Переходим на следующее. Рекрутирование. Ну, вот. Онлайн, офлайн. Вживую гораздо проще общаться и зарекрутировать. Когда я ехала в поезде, я сказала такую фразу. Понимаете, какому человеку? Что я не буду рекрутировать в поезде. Потому что я считаю, что человек с своими проблемами он едет. Я проведу выплеск энергии. Очень многое. Расскажу ему, что. В конечном счете, иногда его зарегистрирую. Не факт, что он разместит заказ и так далее. Все-таки я профилируюсь больше онлайн. Я вижу, что если человек онлайн, он будет каждый день заходить туда и мне просто с ним работать. Не буду. Сижу. Девушка. Ну, как дела? Вопрос-то я уже знаю, какие задавайте, чтобы узнать человека. Как, что? Да вот я еду туда-то, туда-то. Я пошла на косметические курсы. Ой, на визаж. Ну, класс, на визаж. Как здорово. И пошли дальше вопросы. Там, ой, это здорово. Я тебя очень поддерживаю. Я тоже это люблю делать и так далее. Потом показала бьюти-битву. Она хочет стать супервизажистом. Визажист. Вот так-то у нас. Вот это вот. Снежана. Там, как он проходил. Билан. Как это все за кулисе. Как это все проводилось. Это лучший визажист. И он с вами вообще международный визажист международного уровня. Все. И так далее. Я говорю, ты понимаешь, вот если ты будешь визажистом, это классно, круто. Но ты обслуга. Обслуживающий персонал. Ты можешь быть обслуживающим персоналом. А ты можешь делать свое хобби, красить девушек. И учить их не просто с нее сдирать две-три тысячи рублей. А ты свое хобби, тебе это нравится делать, ты ее накрасила. Подсказала какой косметикой ей пользоваться. И она постоянно из года в год этим будет пользоваться. И ты вроде как наслаждение получила. Да? И обучила человека. А дальше, если ты организуешь и будешь бьюти-блогером, у тебя будет поток. А ты хочешь путешествовать. А вот смотри, вот это, а вот это. А как тебя найти в соцсетях? Ну и все. Мне все равно, будет этот человек в команде, не будет. Ну как бы я поиграла, потренировалась, но она у меня в соцсетях. Это означает, что контакт не потеряется. И вы знаете, очень важно, как говорил Нелли, постоянно показывать вашу жизнь. Это и есть онлайн-рекрутинг. Поверьте. Ваша жизнь на одной страничке – это и есть онлайн-рекрутинг. Какие вы на самом деле? Как вы пробуете жизнь сельфы? Где вы? Что вы? Какую продукцию вы покупаете? И поверьте, вам будут люди сами писать. Ваши же знакомые. Кто-то будет через пять лет, кто-то через два года. У меня девушка, одна из последних регистраций, она была моим дисконтным потребителем, делала заказы на мой номер в течение, наверное, семи лет. Ей было некомфортно ходить в офис, потому что у нее было графики дежурств не совпадали там вечером. Ей было удобно прийти ко мне, забрать заказ через неделю, через две, деньги заплатить. Ну, то есть вот она, ну, все время она заказывала 3-5 тысяч. Это вопрос о том, как делать личный товарооборот. Или самой продавать, или организовать 3-5 человек, которым некомфортно ходить в офис, но они у тебя по себестоимости берут, и ты им даришь подарки. Вот все. Так вот, когда она переехала в Москву, я говорю, давайте я подпишу. нет! Ходить куда-то, не-не-не-не-не-не-не. А у меня дочка. Ну, наверное, 23 года, наверное, сейчас. Вот. Она у меня подписана во всех социальных сетях, она смотрит в моей жизни, проходит год, как Ирина. после банкета. Подпиши меня в Арифлейн. Я поняла, как это дорого покупать косметику в магазинах. Я потратила столько времени, столько денег, и я бы не сказала, что она лучше качества. Я хочу пользоваться косметикой Арифлейн. Вот. Все. Ваш онлайн-рекрутинг — это вы и то, что вы делаете. Понимаете? СПА-рекрутинг или качественный? Вам пришли и у вас остались. Лучше одного человека научить, но он будет 10 лет пользоваться косметикой. У вас такие есть люди, правда же? Там 3-5 лет. Нежели чем каждый месяц портить людей переписью. Да? Дальше. Это онлайн-пример. Это даже просто не показатель, а примерное распределение времени. Просто применно. Например, если, почему большая статистика, там очень много делать нужно, работа, например, 5 часов в день вы рекрутируете, у вас 9 регистраций в каталог. Ну, это примерная статистика. Не важно. Но на 9 процентов, если у вас 8-часовой рабочий день, вы 5 часов рекрутируете, а 3 часа работаете с командой, плюс учитесь где-то так вот в вебинаре. Если вы 12, у вас 4 идет рекрутинг, остальное у вас идет работа с командой и так далее. И так далее. Понятна вот эта статистика? Если вы директор, пожалуйста, 1 час в день рекрутирования. 1 час в день рекрутирования. Я не рекрутирую, потому что я создала поток регистраций при помощи... Я рекрутирую как? У меня есть взять мобильный телефон, я поехала туда, я сфотографировалась с этим, я сделала то, это мой заказ и так далее. И мне уже люди пишут сами. Ой, Ир, а как мне оформить заказ? Зачем я оформил заказ? Давайте я зарегистрирую и так далее. Вот. Рекрутирование в социальных сетях. Методов много. Ну, можно сказать, это выдержка группы скорного роста. Первый этап, второй, третий. А времени сколько у меня? А ключевые, а ключевые, а ключевые, а ключевые? Ключевые, вот. Каждый примерил на себя какой ему комфортный метод. Каждый. Очень многие сейчас вот на время сейчас вышли с промостойкой работать. И у нас люди, есть лидеры, которые обучают, как работать с промостойкой. Очень эффективный метод. Метод каталог в каждый дом. Очень эффективный метод. Кто-то хочет работать с маленькими детишками, вот, пожалуйста, разные все. Как в каких социальных сетях? Как? Делать посты? Даже мало. У вас это будет, слайд? Не будет времени. Дальше. По поводу лидерского, лидерства и по поводу своих регистраций. Уже больше, можно сказать, полтора года я не общаюсь со своими новичками. Если ко мне приходит новичок, даже это моя знакомая девушка, которая попросилась ко мне прийти, я, у меня есть неделька. Неделька это мои команды, которые я сейчас вращу. Там, одиннадцатая, девятая, восьмая, восьмая команда, я вижу, что группа сыпется. Вот так, смотрю, чуть-чуть, не держите, что-то как-то там ключевых. Нет, не по малому я определяю, по количеству ключевых. По количеству ключевых. Значит, нужно ей немножко подсобить, помочь. Раз, означает теорию вероятности. Если пришла регистрация на мой сайт в понедельник, то это в команду ушло такое. Во вторник, туда ушла в среду и так далее. Никто не обижается. У меня есть модератор сайта, который сейчас делегировал наполнение новостей сайта. Она получает воскресенье. Получилось, хорошо, не получилось, ну, вот так. Никто не обижается. Я говорю, что до уровня директора выходишь, мой рекрутинг тут же прекращается. Я делегирую новичков. Что я делаю? Я говорю, ой, ты знаешь, сейчас тебе напишет Анна Грачева в понедельник. Она такая замечательная девочка, она менеджер, она быстрорастущий, описывая, как она молодец. Она, что она сделает? Она поможет тебе, первое, зарегистрироваться, оформить анкету, поможет тебе оформить заказ, подберет лучшую продукцию, ответит на все вопросы и если тебе интересен бизнес, у нас есть группа ускоренного роста. Также у нас проходят вебинары, она себе сообщит о вебинарах и так далее. Почему я стала делегировать у новичков? По принципу Паретта. Как вы думаете, сколько стоит мой час и час менеджера? Наверное, у меня дороже, правильно, по логике? Так вот, если у меня пришел новичок, мне нужно оформить, опросить, посмотреть, уточнить. Дальше, заказ, выслала, читает, смотрит она этот каталог, не смотрит, пункт выдачи, найти ФСПО и так далее, помочь ей оформить заказ, сама ли она это будет убить, тупить, час или там, ой, боже мой, это время. Время? Зачем буду я тратить время свое? Я делегировала, вот, пожалуйста, мало того, хочу рассказать вам еще один секрет. У меня есть страничка, у которой мои длитеры имеют пароль, и они пишут от моего имени. Там, например, там написал мне там все, Ирина Васильевна, знаете, ой, я получила ваши анкеты, замечательно, все, вот, ну, я очень сильно занята, готовлюсь к вебинару, сейчас вам напишет Аня Грачева, и она вам все расскажет. так же, как от моего имени может здесь быть. Они общаются со мной, они думают, вау, пообщались с Ириной, а Ирина Васильевна сказала, ой, вы знаете, мне сейчас не было, сейчас с вами менеджер. Думайте, как вы эффективно свое время тратите. И ваши новички, когда они знают, что с ними делать, они эффективно включаются в процесс, они знают, как работать с новичками. Вот. Дальше, блогное сопровождение. Планерка с лидером, с вышестоящим. Это вот люди, например, если директор хочет, ой, почему консультант от него хочет стать директором, он должен сам найти мое время, напроситься, потому что лучше спонсор достается тот, кто просит, да. Ежедневная планировка со всеми ключевыми консультантами, а, кстати, критерий ключевых консультантов. У меня три. Первый, позитивен не ноет, второй, ежедневно рекрутирует, и третий, участвует на вебинарах и сопровождает, ну, и делает замыки вебинара. Все. Просто. Если у вас даже очень хорошая девочка, но она начинает ныть, поверьте, и директорам, и старшим директорам, она ноет, и я сейчас, господи, почему я с ней работала, почему я не выгнала, почему я не открыла дверь, не отправила к другому в соседнюю компанию. Первый. Второй. Если она не рекрутирует, какой нафиг это ключевой? Четыре, пять часов. Не рекрутирует, какой, какой это ключевой? И третий. Если она, хорошая девочка, рекрутирует хорошо, но если она не проводит вебинары, не начинает говорить, то она станет директором, что я это буду делать? Мы вообще, таково мы выращиваем. Самостоятельных людей. Ну, а все, все остальное это мелочи. Так, ежедневная планерка с ключевыми, консультант, пять контактов с новичками. Пять контактов, я это неоднократно проговаривала, потому что у нас пять минут. Да? Где-то. Да? Пять? Да. А, десять минут. Это рассказывать? Да. Рассказывать. Первый контакт. Онлайн, офлайн близко. Что? Знакомство, регистрация, заказ. Первый контакт. Даже если человек не разместил заказ, я все равно считаю первым контактом. Пока менеджер не поможет новичку сделать заказ и не выяснит потребность, Господи, каждый женщина из нас пользует туши. Ну, вы же каждый каталог делаете заказ. Если человек, новичок, не разместил заказ, это не он такой виноват, это вы неправильно задали вопросы, согласитесь? Надо научиться подбирать эти вопросы. Значит, заказ будет. Второй. На следующий день после регистрации. Что это такое? Ой, ну, на следующий день после регистрации, это имеется, потому что мы регистрируем всегда заказы. Вот, если человек хочет, он в отстойнике и не делает заказ, он просто, эта анкета будет висеть до тех пор, отстойник мы называем, да, пускай постоит, но если человек хочет зарегистрироваться, но он не размещает заказ, ну, как бы, ну, вот, стоит эта анкета. Есть, но я это не приветствую, потому что мне не нужна перепись населения испорченных людей. Сделал заказ, молодец. А зачем он приходит? Хочет ввезнуться, а ему даже каталог не интересен. Да хотя бы на мыло, ну, ё-моё, ну, что такое, на 500 рублей заказ. Это получается, я хочу заниматься бизнесом, но буду брать у конкурентов в магазине. Ну, логика, да, где? Ты хочешь заниматься бизнесом? Ну, размести, получи хотя бы каталог, потому что тебе придут консультанты, клиенты, и они будут задавать вопросы, а у тебя даже каталога нет. Куда ты будешь, где ты будешь искать? Пытаться в онлайне найти? Первый пункт. На следующий день после регистрации. Это что? Это означает, что мы сразу говорим, что как только ты провел заказ, вот тебе адресатка выдачи, позвони в офис, скажи, что я вчера записывал заказ, у вас в расписании, что можно, вот там, какая-то выдача. Могу ли я в это время получить? Как у вас? По расписанию. А, да, что, как бы, мы, вам привет передают Ирина Басюк. Вот, это сразу очень хорошо влияет, это класс обслуживания повышается. Поэтому, спасибо большое менеджменту. Вот, потому что, когда говорят, онлайн, бедные люди. Вот, проговорили эту фразу, чтобы главное, он узнал, когда забрать заказ, и что расписание, потому что бывает так, что расписание, которое написано в общем, на общем сайте, да, оно немножко не соответствует. А мне не нужен минусок, минусовой заказ. Вот этот момент. Дальше. Ну, я просто, а, второй контакт, выяснение, как, что там у тебя, ты замужем, как детишки, ну, между прочим, просто пообщаться, у тебя есть там сестра, там где ты работаешь, просто пообщаться с человеком. Третий контакт, через день после получения заказа. Когда он получает заказ, вы выяснили, первая, ваша задача, чтобы не было, ну, внезапных заказов, выяснить, забрал ли заказ. Открыл ли заказ, посмотрел, правильно ли он пользовался этими румяными, разобрался с продукцией. Потому что, если ему что-то не понравилось, а вы это не выяснили, больше у вас этого человека не будет. А вам какой нужен человек, который одноразовый? Или, когда он, где же, в течение многих лет? Постоянно. Да? Поэтому, третья, это очень важно, выясните, как ему заказ. И, чтобы он понял, стоимость заказа. Потому что, если он понял, боже мой, как это дорого, да лучше бы я у консультанта заказал. Мы не ответим на возражения. Не буду дальше пролежать. Понятно, да? Мы потеряли, ничего, навсегда человека. Дальше, четвертый контакт. Это на второй неделе каталога. Мы здесь можем еще раз об акциях рассказать, сколько у тебя было, балла по лояльности, пригласить на вебинар. Вот, получаешь ли ты рассылку, потому что не всегда рассылка доходит, письма в спам уходит, то здесь выясняем. И здесь я советую узнать, что интересует человека, подобрать какое-нибудь интересное, легкое видео. А ты знаешь, я узнала такое, такое видео, вау, вау продают, и раз это видео, что посмотрел. Пятый контакт, это третий неделе каталога, профессиональный новичок. То есть, здесь проверить, рассказать об акциях. Ну, пять контактов, это система прохо-охранения. Дальше. Вот, кто пользуется мобильным приложением Марифлэн? А кто знает вот эти картинки? А кто умеет делать скриншоты экрана? А кто вот отсылает вот так? Готовая презентация, картинка. Вы сделали принт-скрин, сфотографировали и пишете. Поздравляю, вы вышли на 6% уровне, это групповой товарооборот будет 450 бонус-баллов, рассказывающего, все время проговариваю, да? У вас сейчас 457 баллов и 7 человек в структуре. Вау! 7. Все у него здесь нарисовано, как он красивый, все здесь есть. Для того, чтобы получить скидку за группу, важно делать 150 баллов. Скажите, вы планируете еще заказ? Завтра-то 16 по Москве будет действовать каталог. Кроме того, 150 баллов вы получаете еще дополнительно 10% потребительской ценой на ла-ла-ла, 650 рублей, скидка. За группу, короче, в общем, около 1200 рублей теряете, если у вас не будет еще 23 балла на 100%. То есть, прописываю. Презентация, смотрите, какая красивая. Спасибо компании Reflame. Я еще просила бы компании Reflame сделать вот такую графу в социальная сеть, чтобы мы сами вписали. Принтскрин, нажали, открыла социальная сеть, сами выводили, потому что не все могут нам давать социальную сеть, да? Нажали, тут же это там, файлик отправили, тема для разговора. Готовый шаблон. Кстати, шаблоны не делайте, потому что ваши страницы могут заблокировать. Ну, шаблоки пишите. Могут. Основной шаблончик, вы плюс в чем не меняете. Система работы, пожалуйста, цените, как лидер, чтобы у вас была система работы, рекрутирование, сопровождение, работа с потребителем, вот эти все системы, да? И через дробь, как ваши ключевые партнеры выполняют все эти системы. То есть, вот так вот момент. Просто это лучше потом подумать. Ютуб. Ютуб, Ютуб, это такая тема, она не особо, да? Проговорить. Ладно. Очень важно название канала, не суси-пуси, а кто это там, что это там, сразу подумайте, потому что вы прописываете канал, лучше всего именем, фамилием, потому что если вы делаете брендинг. А не там, Наталья 285-31. Вот. Да, киса 2015. Вы кто? Позиционируете лидером, значит пишите лидер. Создайте что-то свое. Вот. Вы человек, какой вы есть, то и создавайте, что вы чувствуете изнутри, а не будьте клон у кого-то. Так. Удобное помещение должно быть для съемки. Нужно обязательно выделить день недели, который будет самый комфортный, оптимальный, а не в последний день закрытия каталога. Или, ну смотрите. Не снимайте с плохим настроением, это чувствуется. Снять, монтировать долго видео, можно сразу по сценарию снять, себе пять видео потом смонтировать и выкладывать их по очереди. Максимум можно выкладывать два-три видео в неделю, иначе это будет спам. Такой же, первые 15 секунд, очень важно, что вы говорите, человек подумает, смотреть вас или нет. Длительность небольшая. Не вырезайте, не делайте слишком большими. Задайте вопрос, а вам нравится, а что вы покупали в каталогах, а и так далее. Соответственно, чем больше комментариев, тем, ну и даже в общении, опять же таки, оттуда можно взять контакт. Вот, ну, соответственно, это уже рекрутинг. За сутки скажите нам, ну вот это продвижение, что у вас будет какое-то супер-видео, вы делаете обзор, или там вот такая, я вам расскажу, то-то-то, соответственно, будет повыситься сразу. Название должно быть коротким, максимально точным, не требующим. И в письмах, и здесь. Видео-описание. Видео в самом. Большое спасибо, что вы посмотрели мое видео. Я вам буду очень благодарна, если вы поставите лайк. Это продвижение вашего канала. Дальше, теги. Очень важные, что такое теги. Я, например, не понимала, что это такое, не разбиралась, и вот эти все продвижения и так далее, я сайт свой делала. Я все делала по индуиции. Что бы я искала? Что мне важно? Обзор каталога номер 5. Я его ищу. Я не смотрю. Есть, конечно, специальная форма, где вы пишете, и там самый максимальный, поисковик, запрос и так далее. Я по интуиции всегда. Например, что такое теги? Макияж для темных глаз, макияж для визды, макияж на вечер. Вот, примеры теги. Дальше, есть такая фишка, как видеоответ такого блогера, кто-то написал обзор каталога, вы тоже делаете видео, ответ ему же, задайте его видеообзор каталога, и его подписная добра засмотрит иногда ваше видео. То есть, такой момент. Совместный, сотрудничество с другими каналами, совместное видео. Это идет. Но, опять же, это в основном блогеры используют. То есть, они видели, ой, сегодня мы будем краситься как Дэми Мор. И я, вот это я такая, это вот моя такая-то подружка. Вот они сделают два видео и обменялись своими подписными листами. Вот. То есть, вот так вот. Дальше. Нужно красиво купить канал, фон, заставка, аватарка, следите за актуальными трендами, новинки, wellness, какие-то фишечки. Помните, правило такое, что нам надо. В социальных сетях вы должны все это рекламировать, общаться. Внизу комментарии. Камера. Очень важно. Можно камера сделать как плюс 10, так и минус 10 лет. Раз. Освещение очень важно. То мне почему-то квартиру неудобно там снимать. Дорогое профессиональное освещение. Конечно, это можно делать. Можно просто прямой свет делать. То есть, сразу качество улучшится. Освещение. Вот я ему дал. окно. Видео обязательно редактировать. Вот, знаете, все-таки научитесь редактировать. Это несложно. Как? Ютуб вам помощь. Там все рассказано, как обрезать, обрезать легко. Но все-таки сжатыми роликами и нужно какая-то там динамика постоянно накрутить. Штатив нужен все-таки. Сначала книжки это нормально. Вот. Не старайтесь как другой. У вас будет бренд. Вы создаете свой бренд, вы сами бренд. И на вас идут влюзии такой, как вы есть. Иначе вы не сидели тут. Вот. Поэтому такие. Дальше. Не спонируйте. А там кто-то создал видео. И вы пишите. А посмотрите теперь мое видео. Я сделаю такое-то. Особенно если это, например, у него там вообще новичок. Или то же самое под моим видео. Пишет. Зарегистрируйтесь в мою структуру. Пишет. Постоянно. Ну. Вот. Видеоответ в настоящем есть актеры. Смотрите. Почему сейчас смотрят YouTube? Потому что людям не нужны актеры. Крем экологен. Он очень красивый. Баночка. Там еще что-то красивое. Девушка. Все. Я так, пожалуйста, коллаген. Тут я намазала. Тут же вот все прямо расцвела. Вот за этим люди идут. Понимаете? Поэтому будьте настоящим. Вот. Люди тебя забывают. Я сразу хочу сказать, что я потеряла подписные, постоянную подписную, потому что я перестала делать свои видеоролики. Вот. Ну, у меня приоритеты другие. Все-таки работать с командой важнее. Вот. И забудьте про нигративные комментарии и в YouTube и вообще в жизни. Потому что большая часть людей вы создаете людям добро. Вот. Одиннадцатый пункт. Это система единственной пристрастии вашей команды. Одиннадцатый это вы. Как вы или ваш партнер 100% отдается команде фишки. Что-то он придумал, как он открывается и он делится со всей командой. Как делится, они там где-то себе никому не расскажу. Дальше система обучения единая обязательно и каждый участник 49% начинает вести вебинар. Вот. Это оценят по 10-балльной. Вот. И 12 баллов если у вас и ваших ключевых три каталога в банковом уровне, через максимум через 10-9 месяцев у вас нуждается это нормальный процентник, либо директор в своей команде одно звание. Это как ваша система работает. Вы можете там себе набрать где-то баллы, но если вы все сложите, если ваше задание сложить все-все-все баллы, это вы уже дома сделаете. Сложили 12 пунктов, например, там 200, всего сумма 200 очков поделили на 12 ваш средний балл. Например, вы получили там 65, значит 65 у вас процентов эффективности вашей, там у кого-то 40, у кого-то 70. Просто смотрите, дальше будет просто, вы смотрите на ваш средний балл, вы смотрите на все эти показатели и выбираете, и выбираете где у вас самое слабое звено. И вот с ним и работаете. Не надо хвататься за все. А какой конкретный пункт вы увеличите именно в этом каталоге, а потом в следующем каталоге. Что самое важное у вас сейчас? Кому-то вот, знаете, самое смешное, когда люди отмечают из всего важного всего, они что? Номер один мечты написать. Вот. они работают один час в день. Ну, ты сразу нет лучшей степени страсти вашего желания подкачать, тогда у вас восемь часов будет. Вот, вы понимаете вот это, да? Угу. Вот. Ну и подытожить еще раз. Пять секретов успеха. Страстная цель, обучение, личностный рост, действия, приоритеты, ежедневное планирование, системы работы, команды, учебная команда и диригирование. Вот. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Система сопровождения есть, консультанты? Есть. Система обучения есть? Есть. Сделали выводы? Взяли что-то для себя? Система работы, она у всех одинаковая. Вам сегодня три разных подхода показали лидеры. Но каждые показали, как они работают в системе рекрутирования, в системе сопровождения консультантов. В системе работы с продукцией. В системе обучения и выявления ключевых консультантов. А дальше уже берите то, что вам нравится. Но будьте мотивированы на то, чтобы было рекрутирование. Чтобы были ключевые. Чтобы у вас были критерии выявления ключевых. Чтобы эти ключевые реально были рабочие, а не просто девочка, которая хочет. Делайте и действуйте. А теперь откройте первый листик, поскольку у нас следующие две части программы будут такие грандиозные. Давайте немножечко вот этот день, который сегодня с утра был, все равно что-то у вас уже уложилось в голове и пропишем. Вот давайте вспомним. Сначала утром у нас ребята пришли. Иван и Алена рассказали вам о своей системе. Четко, ясно, понятно. Можно сказать, практически без эмоций со своей стороны. Для того, чтобы вы воспринимали это вот прямо четко как систему. Все увидели свои пробелы. Правда же? Дальше Неля пришла эмоционально, с горящими глазами, окутав всех любовью к продукции, к компании, к рекрутированию, к команде. Рассказала, как работают они. Тоже что-то увидели. Да, особенно вот я вам потом обратила ваше внимание, что особенно есть у кого офисы. Это просто вот кладезь возможностей, которые вы можете в офисе, мероприятия, которые вы можете делать, и как вы можете использовать офисы. Дальше Ирина тоже вот казалась бы, да, мы там что-то пытались говорить, там, онлайн-лидеры, и даже ко мне подходили. А зачем? Вот вроде как и ребята расскажут, и Ирина разный подход. Я-то знала, я поэтому загадочно улыбалась и говорила, ну, послушайте и сделайте вывод. Да, то есть работать можно креативно. Главное, чтобы была четкая система. Написали, пока я тут вас развлекала? Или вы на меня смотрите? Задумались. Ирина коснулась нескольких моментов. Отчеты – это действительно очень интересная вещь. Вы можете сделать специальный чат вашей команды для того, чтобы каждый из вас, из ваших ключевых и менеджеров писали каждый день отчеты. Если вам нужно, чтобы кто-то со стороны, да, посмотрел, пишите вашим астмам. У нас все астмы заточены на то, чтобы получать отчеты от лидеров. Мы на самом деле не сильно вас будем беспокоить, да, ваша задача – каждый день писать. Через какое-то время, да, мы, ну, как вот я обычно, и ребята я знаю так же, мы ставим какие-то смайлики, лайки и так далее. Но через какое-то время я начинаю задавать вопросы. То есть, когда я увидела неделю, может быть, вторую, у меня уже сложились какие-то пазлы, и я уже начинаю спрашивать, а где у вас вот рекрутирование, да, как я спросила. Наверное, на чат отчетах есть, потому что. А где у вас работа с ключевыми, а где был звонок ключевому консультанту, а как вы сопровождаете, я не увидела, а где у вас планерки и так далее. То есть, в принципе, из ежедневных отчетов, которые регулярно пишутся, можно уже увидеть, то есть человек начинает говорить, ой, я звоню ключевому, но я просто почему-то не писала. Для меня это звоночек, что это не важно, либо это не происходит. Еще один очень важный момент, почему именно ежедневные отчеты. Вы знаете, еженедельные отчеты написать проще, чем ежедневные. Потому что, ну, что-то за неделю ты сделал. А вот в день, и это немножечко как бы растягивает и заставляет что-то вот делать, да, то есть ты утром встаешь с мыслью, что что-то вечером нужно написать. Значит, раз что-то вечером нужно написать, что-то нужно сделать. Это тебя заставляет уже писать какой-то список дел, что-то планировать, и потихонечку, потихонечку приходит та самая система. А еще с наводящими вопросами, которые задает вам АСМ в какой-то момент, да, или там в чате вам задают ваши же лидеры или вышестоящие лидеры, вы понимаете, в какую сторону нужно, ну, что-то где-то может быть добавить активности. Спасибо. Спасибо.